Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь своим учеником. Речи Господь, благослови, Неси Господи. Сказал Господь своим ученикам. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Злые умеете даяние благие давать детям вашим. Тем более, Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Такие в ангельской строке сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию. Молитва является основой духовной жизни. Без молитвы в жизни христианской не получится. Стеатцы говорили о том, что признак очень тяжелого духовного заболевания у человека – это когда ему не хочется молиться. И все мы с вами, братья и сестры, по своему опыту знаем, насколько это дело важное и нужное, порой тяжелое. Здесь опять же святоотеческое наследие учит нас тому, что молитва – это тот труд, который никогда у человека не приходит в привычку. Но здесь, наверное, имеются в виду все-таки его земные рамки. Молитве всегда нужно себя учить и всегда нужно понуждать себя. Молитва – она необходима. Что для связи души человека с Богом, что для тех ситуаций, когда мы действительно обращаемся к Богу с какими-то просьбами. Сама по себе молитва ведь еще показывает нам, что все, что имеем, мы получаем от Бога и просим об этом. То есть человек, молящийся, он уже исповедует свою веру, он уже смиряет себя пред благой волей Божией. И наоборот, чем более горд человек, тем меньше у него молитв. И вот мы в Евангелии часто видим, как Господь и сам молится, показывая и пример ученикам своим, что это делать нужно, и показывая пример всем нам необходимости этого делания. И вот сегодня мы читаем те строки, в которых написаны важные вещи касаемо молитвы, такие как настойчивость. Мы с вами, наверное, много страдаем как раз от ненастойчивости в молитве. Часто по унынию своему нам кажется, ну что же, вот вроде бы да попросил я Бога, обратился к нему, и ничего не изменилось. И что вроде бы, ну, наверное, Бог меня или не слышит, или молитвы мои Богу не угодны, или еще что-то. И вот человек, опечалившись, оставляет и, в общем-то, страдает. Так вот, давайте посмотрим, послушаем еще раз, что же нам в Евангелии Господь говорит. Смотрите, слова «просите, и дано будет вам». Причем не сказал Господь «попросите один раз, и дано будет вам». Он сказал «просите». Возникает вопрос, для чего нужно, для чего нужно просить порой что-то долго, зачем? Но здесь в этом скрывается некая педагогика Божия, Господь воспитывает нас. Он приучает нас к постоянству, приучает нас к терпению, приучает нас надеяться на Бога, что тоже без терпения получается. И вот когда человек превозмогает собственное уныние, превозмогает собственную лень, и все обращается и прощается к Богу, тем самым он сам становится лучше. И вот здесь мы можем с вами порой видеть удивительную вещь, что порой вот это вот терпение в молитве дает гораздо большее благо и большее плоды, нежели то, что человек конкретно у Бога просит. Получается, то есть плод от терпения может быть выше, чем просто исполнение просьбы человека. Конечно же, да, не всегда это бывает, но тем не менее, вот есть вот конкретная воля Божия. Господь говорит «просите, и дано будет вам, дано. Ищите и найдете». А чего искать нам нужно? Понятно, что просить можем всякого. А что же искать человек должен, если вот в таком правильном духовном смысле? Конечно же, искать спасение в первую очередь. Искать Бога, искать понимание воли Божией. Искать духовных даров, таких как вера, надежда, любовь, крутость, милосердие, сострадание. А где это искать? Опять же у Бога. Обращаясь к нему, прося его, да что, Господи, научи мне вот этому, дай мне то, что мне необходимо. И Господь говорит, что ищите, да и найдете. Дастся вам, найдете вы это. Стучите, и отворят вам. Вот слова, кстати, «стучите» подразумевается уже на некий труд, некое усилие. То есть, скажем, куда вот можно стучать? Закрытую дверь, которую ты сам открыть не можешь. И очень часто в жизни мы сталкиваемся с такими ситуациями, где понимаем, что я своими усилиями что-то здесь изменить не могу. Закрыта дверь передо мной, закрыта какая-то ситуация. Я знаю, что мне нужно попасть туда, но я не могу. У меня нет сил, у меня нет ума, у меня нет какого-то опыта что-то в жизни изменить. Вот здесь Господь говорит, что стучите и отворят вам. То есть, Бог сам приходит и отворяет те двери, которые закрыты перед нами. «Ибо всякий просящий получает, ищий, и находит, стучащий, и отворят». Вот здесь вот святитель Василий Великий однажды в одном из своих творений говорил о том, что если ты просишь у Бога чего-то доброго, полезного для души твоей, то ты проси всю жизнь, пока не получишь просимое. То есть не ослабевай молитвы, не останавливайся. Правда, это очень важно нам вот это понимать, потому что часто мы со своем сознанием Бога представляем таким вот немилосердным, таким, который не желает нас слушать, который отворачивается от нас. То есть понимание, что Бог есть любовь, очень часто в нашем сознании перекрывается представлением, что Бог — это судья или Бог — это тот владыка, которому мы что-то должны. Мы должны понимать, что Бог, Он любит нас и готов нас принимать, и слышит все наши просьбы, все наши молитвы, все наши обращения. Любая молитва, какая бы она ни была у человека, если на искреннее сердце идет, она слышится Богом. Но тут, конечно, может возникнуть вопрос, и что же получается, что если Бог все у нас слышит, если все можно выпросить у Него, то тогда может человек дойти до некоего безумия, начать просить вреда для себя. Но, конечно, надо понимать, что, обращаясь к Богу, мы должны просить то, чего Бог сам желает. Этим, кстати, объясняются те чудеса, которые происходят по молитвам святых и праведных людей. Потому что они просят у Бога то, чего Бог желает сам. Их воля, она соединяется с волей Божией. Конечно, Господь тогда исполняет ее. Если я прошу вреда для себя, прошу вреда для близких, Господь не исполняет это, но не потому, что Он не слышит меня. Потому что это мне вредно, потому что это мне не полезно. И вот в дальнейших строках сегодняшнего английского чтения в общем-то говорится об этом. Но Господь как бы от обратного здесь говорит, что вот вы, люди, будучи злыми, вы все равно даете благо детям вашим. Что значит, вы, люди, будучи злые? Все равно мы все с вами испорчены самолюбием, самомнением. Все мы в той или иной степени жадные, скупые и ленивые. Но тем не менее, скажем, у большинства людей есть так называемая естественная любовь к своим ближним, своим родным, детям, к родителям, к друзьям. Это то, что не требует какого-то усиленного подвига по изменению себя. Это естественно бить ближних. Естественно для нас заботиться о ближних. Естественно для нас давать ближним благо и пользу. Как вот здесь, да, в примере, если до тебя отца ребенок попросит хлеба, ну неужели ты дашь ему камень? Нет, ты дашь ему именно хлеб, потому что ты знаешь, что это ему нужно. Ты никогда не ошибешься здесь. Ты дашь ему то, что полезно для него. Точно так же и Бог. Бог заботится о нас, Он знает все наши и нужды, все наши потребности, и дает всегда то, что для нас давляется там и хлебом, и так далее. И все это, как здесь написано, Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Неву. Вот такую Евангелие мы сегодня с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки, главу 11, с 9 по 13 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!